Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана, я джел-коуч и консультант. В этом небольшом видео я хочу вам рассказать о том, как произвести хорошее впечатление на команду. И видео будет состоять как бы из двух частей. Первая часть – это такая простая и понятная, там очень конкретные рекомендации. Вторая часть – более сложная. Надеюсь, что вам будет полезный опыт. Значит, к вопросу о том, как произвести хорошее впечатление на команду. Например, вы новый скромастер, вы только присоединяетесь к команде. И вам бы хотелось, чтобы они к вам хорошо в последующем относились. И вы думаете, что для этого вам лучше произвести на них хорошее впечатление с самого начала. Я предлагаю вам сделать следующее. Подготовиться к этой встрече. Это вроде как бы такая очень банальная рекомендация, но почему-то ее многие упускают. И знакомство скромастера с командой происходит где-то как-то на какой-то уже идущей встрече. Внезапно кто-то говорит, а вот наш новый скромастер. И это хороший сценарий, если вас представляют. Но чаще всего вы просто оказываетесь на встрече вместе с командой. И вам уже что-то с ними нужно сделать, например, фасилитировать, проводить планирование. Так вот, чтобы такого не произошло, попробуйте подготовиться к встрече. Краткую сделайте, краткую повестку встречи, знакомство с собой. То есть кто вы, ваши предыдущие результаты, о том, что вы достигли с прошлыми командами. Например, может быть, вы сократили отток участников команды. То есть, или может быть, вы уменьшили количество вместе с командой, уменьшили количество инцидентов на продакшене. То есть стало лучше качество команды. Или может быть, клиент как-то стал больше выражать благодарность команде. Или стал меньше производить какие-то эскалации на начальство. То есть какие-то конкретные результаты. То есть представьтесь, расскажите, что вы делали раньше с другими командами, каких результатов вы достигли. Имейте в виду, чтобы это не звучало как хвастовство, это обычно не любят. Вот какие-то скромные, но вполне измеримые результаты подойдут для этого первого знакомства. Потом расскажите о роли скромастера, как вы ее видите кратко. То есть основные какие-то моменты, которые вы считаете важными. Также, может быть, скажите о том, что вы не считаете. Не считаете важным скромастеру делать, что вы не считаете, что скромастер должен делать. Например, заносить задачи в таск-трекинговую систему, заносить задачи в джиру. Может быть, вы думаете, что скромастер не должен это делать. Но это такой тонкий лед. Тут может быть опасно сразу говорить о том, что вы считаете, что скромастер не должен делать. Это может вызвать отторжение вас в качестве фигуры скромастера для команды. какое-то непринятие вас. Поэтому тут думайте сами, нужно ли этот пункт вводить в вашу первую встречу. Потом соберите у участников ожидания от скроммастера. Может быть спросите, чем занимался прошлый скроммастер, если он был на проекте, что нравилось в его работе, что вы считаете нужно улучшить. То есть небольшой диалог произведите с командой, поблагодарите их и расстаньтесь. И уже на следующую встречу приходите в свои роли как скроммастер. Также важным моментом здесь является вообще назначить эту встречу, знакомство с скроммастером не более 30 минут. Попросите участников прийти, тоже повестку встречи сразу напишите, о чем будет эта встреча. Или же, если вы считаете, что это невозможно, или как-то участники не придут на знакомство с скроммастером, они заняты, они работают, попросите на какой-то встрече буквально 15 минут у человека, который ведет эту встречу уже, договоритесь с ним заранее, что вам нужно 10-15 минут для того, чтобы представиться, познакомиться с командой. Будет здорово, если вас кто-то сможет представить команде. То есть сказать, что вот у нас новый скроммастер, его зовут Паша или Маша, и сейчас он или она расскажет о себе. Это тоже будет полезно. Таким образом вы выстроите какие-то начальные отношения с командой. Это первая часть. Первая часть, как я говорила, она простая и понятная. То есть подготовка, проведение встреч и знакомства с командой. И дальше вам это уже поможет выполнять свои функции, фасилитировать мероприятия, обучать команду скрома, создавать различные коучинговые вопросы для того, чтобы повышать производительность команды. Например. Почему это может помочь? Потому что часто некоторые участники команды чувствуют беспокойство, когда какой-то новый участник приходит в команду. Особенно участник, который наделен все-таки властью. Скрома, мастер наделен властью, он это процессом. И они могут как-то беспокоиться по этому поводу, испытывать различные эмоции, чувствовать такое приподнятое настроение. И порой не могут понимать, как с ним обойтись. Это может вызвать у них даже некоторую агрессию в ваш адрес. Потому что вы, может быть, для них будете являться источником изменений. И порой изменения пугают. Так чтобы внести ясность и прозрачность в то, кто вы, чем вы собираетесь с ними заниматься, какие ваши планы с этой командой, какие их ожидания от вас, вам тоже важно узнать. Для этого нужна эта встреча, чтобы вот этот первый пласт какого-то недоверия, беспокойства, тревоги убрать с повестки и уже заниматься вместе непосредственно рабочими задачами. Еще раз, это то, что касается такой первой части этого видео, а вторая часть, она более сложная. И во второй части я, скорее, не буду вам давать какую-то информацию или какие-то советы, но предложу вам задуматься вот о чем. Значит, первый вопрос, о котором я вам предложу задуматься, это то, как вы себя чувствуете, когда вы новый скромастер. Скромастер, ну, безусловно, эти советы, они актуальны и для нового технического руководителя, и для нового проект-менеджера, и для владельца продукта. Ну, я просто говорю про скромастеров здесь сейчас. То есть, как вы, как новый скромастер, чувствуете себя, присоединяясь к новой команде. И то, что вы чувствуете, когда вы бы хотели произвести на них хорошее впечатление. Как вам с этим, другими словами? У меня, конечно же, нет ответа на этот вопрос. Я предлагаю вам заглянуть внутрь себя и просто так поразмышлять об этом. Каково вам? Каково вам, когда у других людей есть ожидания какие-то от вас? Каково вам рассказывать о себе? Каково вам привлекать внимание к себе? Каково вам говорить сразу с несколькими людьми, незнакомыми людьми? Вот, как вы себя чувствуете? Ещё раз повторю, на это у меня нет ответов, но я думаю, что такая практика поможет вам тоже в долгосрочной дистанции работать с командой, если вы будете обращать внимание на себя, на свои ощущения, на свою мотивацию. И вот это ответы на эти вопросы, возможно, помогут вам не выгорать в будущем, возможно, помогут вам в какой-то момент увидеть, что, может быть, ваши потребности в этой команде не удовлетворяются, или наоборот удовлетворяются, и вам очень нравится как бы работать с этими ребятами. Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, например, как я себя сейчас чувствую с этими людьми, как эти люди меня воспринимают, что я по поводу этого чувствую тоже, по поводу их восприятия, что с этим совсем делать, я хочу пригласить вас в терапевтическую группу, которую я планирую вести с психотерапевтом, с супервизором Мариной, моей коллегой. Более подробную информацию про эту терапевтическую группу вы найдёте сразу под этим видео, там также и будут мои контакты, мой фейсбук, вы можете ко мне обратиться, задать больше вопросов по поводу этой группы. Группа стартует по мере набора, поэтому пока мы проводим интервью с потенциальными участниками этой группы, и приглашаю вам тоже присоединиться к ней, если вас заинтересовал как-то это видео, если вам что-то было полезно в этом видео. Спасибо, до свидания.